Ева Глава первая Я расскажу вам, как обижаются латвийские женщины. Таковых у нас водятся три типа. С севера пришли рыбачки. Невысокие, бойкие. У них монгольские глаза и крепкие ноги. В любви они самоотвержены. Надолго не обижаются, губу не оттопыривают. Чтобы выразить эмоции, считают они, лучше всего подходят сковорода. Выйдя замуж, варят тыквенный суп и носят на себе по пятницам своих алкоголиков. Очень надежные и искренние. С юго-востока прибыли гражданки другого рода. Рослые, с широкой костью. У них тонкая кожа, робкий характер и невыносимые матери. В зрелом возрасте они плевком убивают коня. В молодости мечт в обидчика предметы быта, потом с упоением ревут. Унявшись, долго смотрят в зеркало на распухший нос. Один нетрезвый генетик утверждал, их род как-то связан с лошадьми петровских драгун. Конечно, это враги. Печально их глаза и вытянутые лица сформированы исключительно дождливым климатом. Наконец, самые головокружительные женщины выбрались из моря на западе. Больше неоткуда. Они пришли сражать принцев своим чудесным характером. Теперь вы знаете, как вымерли принцы. Не находя привычной добычи, русалки сводят с ума, кого попало. Светлоглазые, невесомые. Они разрушают волю, лишь раз хлопнув ресницами. Их приятно носить на руках. С ними последний задохлик чувствует себя Кинг-Конгом. Сказки, они безголосые. В настоящей жизни и рады бы поболтать, но не могут вставить и слова. Мужчины в их присутствии становятся ужасно велеречивы. Каждый спешит рассказать самую героическую из своих историй. О том, как однажды, выпив полную канистру спирта, он набил морды огромным хулиганам. В конце истории враги упали, а рассказчик даже не вспотел. Сами понимаете, русалки невеликого мнения о мужском уме. И они-то лучшие в мире по технике невербальной обиды. Одной лишь губой маленькая женщина выражает сотни оттенков недовольства. В диапазоне от «какой-то ты нелепый в этих джинсах» до «я поняла», эти розы отравлены. На их беду средний мужчина туповат. По эмоциональной чуткости он близок к хомякам и дафниям. В мире известны 700 видов женских слез. И на все это великолепие мужчина реагирует единственной фразой «ну че ты, Кать?». Деспоты Африки селят своих жен в отдельных кухнях. Без понимающего зрителя обида теряет признаки искусства. Целые пласты драматургии пропадают. Арабские антропологи даже описывают женщину как неуклюжего человечка в платке, неспособного дуться вообще. Скандинавы, напротив, считают обиду нормальным состоянием жены. При усилении шторма они раскрывают газету и ждут улучшения погоды. Пять лет семейной жизни превращают мальчика в викинга. Он презирает смерть и может захватить много приличных стран, если надо. Мой знакомый служил на танкере капитаном. Мог позволить себе дорогие излишества. Например, его жена была сразу и красива, и со скверным характером. Многие лишь мечтают о такой роскоши. Знакомого зовут Карлис. В тридцать лет он женился на почти прозрачной девушке. Ее звали Мария. У нее были тонкие пальцы и такие большие кольца в ушах, от которых нет спасения. По маме она была княжна, а по папе — полячка. Пять лет они жили счастливо, купили дом в Дальней Юрмале. Он дарил ей аленькие цветочки, она ему оттопыренную свою губу. Вообще губа — очень ловкий орган, с широкими возможностями для самовыражения. На пятую годовщину брака Карлис приготовил плов. По секретной узбекской методике. Его жена Мария не практиковала восточную кухню, предпочитая простую еду моделей — сельдерей. Карлису показалось, она обрадуется большой горе вкусных калорий. Из пятидесяти разных рецептов он синтезировал лучший. Купил казан, купил курдючное сало и очень дорогой рис. Рис следует варить в льняном мешке. Он купил ткань, сшил мешок. Учел сотни тонкостей. Но женщины не считают приятным подарком жирное месиво в черном котле. Колечко с топазом куда милее, — уверяют они окружающих. Мария взяла себя в руки и попробовала сюрприз. Целых две секунды сдерживалась. Потом призналась, что плов — говно. Карлис неделю это блюдо планировал и три дня готовил. Вложил в него душу и килограмм изюма. Он тоже не стал увиливать и сказал ей «дура». Мария выдвинула губу на 13 миллиметров, что значило «враги навсегда». Выбежала, села в джип и уехала. Долго приходила в себя. Даже заехала в крупный торговый центр в терапевтических целях. Нашла там такой шарфик, что решила ничего. Он все-таки старался. Смешно искать в мужчине душу. Дерево оно и есть. Дерево. Вернулась домой. А дома пятеро его друзей, уже пьяные, жрут проклятый плов. Смеются гадкими голосами. Другая стала бы мстить. Налила бы всем за шиворот рыбьего клею. Позвонила бы его вредной маме, чемпионке по мерзости характера. Сказала бы «у сына кариес, а он не хочет лечить». Мама бы примчалась и запломбировала Карлису его капитанский мозг. Да мало ли что, у расстроенной женщины фантазия шире возможностей Бога. Но месть — удовольствие низких людей. Благородные натуры это остро чувствуют. Маша обрызгала компанию слезами, схватила запасные трусы и умчалась к подруге на шесть дней. В некоторых обстоятельствах это почти вечность. Женское сердце нелогично, глупо и прекрасно. Можно воспеть глаза, колени, шею. Все, что знает о женщине анатомический атлас, все в ней волшебно, если только она помнит, как коварны бывают сладкие булочки. Но колени с годами обвиснут, глаза выцветут, и только сердце останется шелковым. Оно способно простить сожравшего деревню дракона, потому что зверек хотел кушать. С мужем трудней. Тут нет смешного хвостика и белых лапок. Жалеть и прощать мужа почти не за что. И все-таки Маша заехала посмотреть, как он там дурак. Карлис сидел трезвый, причесанный, руки на коленях. Пол выметен. По грустному лицу было видно, раскаивается. Маша решила дать ему шанс. Она спросила. Я видела, ты звонил. Ты хотел что-то сказать? А он. Да. Не могу найти патроны. Мы с мужиками идем на кабана. Я весь дом обыскал. То есть он ничего не понял? Мария показала ему выражение лица, горькая усмешка номер семь, прощальная. И ушла. Он мямлил вслед про любовь и одиночество. Но было поздно. В тот же вечер она уехала. В Таиланд. Навсегда. Практически. Гуляла по пляжам и другим медитативным местам. Думала, как же хорошо вот так, совсем одной. Никто не предаст и не плюнет в доверчиво распахнутую душу. Когда отдых наконец-то закончился, она заехала домой. За одеждой. Представляла, как обдаст его холодом. Как он все переосмыслит и содрогнется. И, может быть, даже посидеет от осознания свалившегося горя. Заходит в дом. А навстречу какая-то белобрысая дрянь в трико. Вульгарная. Глаза рыбьи. Губы средней полноты. Рост сто семьдесят три. Вес не меньше шестидесяти. На плече тату с паучком. Страшная безвкусица. Других деталей не заметила. Вообще не смотрела. Очень надо. Еще говорит. Здрасте. Карлис вышел. Скоро будет. Тут как раз подъехал Карлис. Увидел, что его встречает группа хмурых женщин. И не стал останавливаться. Он не решил сопричалить вот так сразу. Почувствовал, что у него еще дела. И помчался куда-то вдаль. Иногда с танкером общаться проще, чем объяснять жене, что это не дрянь, а Лиза. Домработницу. Мария не выдержала. Прыгнула в джип и погналась. Может, она хотела кого-нибудь обезглавить. Или оторвать этому кому-то его бубенцы. И забить насмерть туго скрученной газетой. Неизвестно. Хотя бы треснуть его в бампер. В интернете полно видео, где злая жена колотит машину мужа своим драндулетом. Сегодня это модно. Например, проклятый изменник приехал к любовнице. А жена выследила, подкралась и ну долбить. Только брызги летят. Все мужчины видели это кино и ужасались. И каждый запомнил. Если на вас мчится ваша официальная любовь, самое лучшее — все бросить и бежать. Супруги мчались по деревне, пугая дачников. Как шумахера Алонса. Как Чапай и Белые. Это была лучшая погоня в истории поселка. Клубы пыли можно было видеть из космоса, если знать, куда смотреть. Ехали они, ехали. Потом Карлис неловко как-то свернул и врезался в дуб. И замер за рулем. Подозрительно. Рассерженная жена польско-княжеских кровей вмиг стала просто Машей. Она подбежала и стала его вытаскивать, мерзавца. И оторвала дверь машины вместе с петлями в спешке. А он такой, весь в битых стеклах. Маша, Маша, это коза, она из фирмы по мытью посуды и пола. А я одну тебя люблю. Хочешь, йоркширского терьера? И шубку согласилась Маша, потому что правда была на ее стороне. Если бы эту историю пересказывал Киплинг, Карлис в эпилоге уехал бы в Новую Каледонию. И там бы пропал, изучая новый галлюциноген на основе выпаренных жаб. Маша бы погоревала и вышла за соседа полковника. Но поскольку это повесть об обычном русско-латышском браке, дальше все скучно. Они родили пару толстопузых негодяев. Карлис утратил тягу к кулинарии и увлекся плетением корзин. Маша продолжает обижаться, потому что лучшего способа разнообразить жизнь латвийской деревни так никто и не придумал. Еще у них родилась девочка, Ева. Сейчас ей двадцать, она пахнет моим несчастьем. Я из-за нее то смеюсь, то плачу, но все равно иду на запах. Из журнала «Бель» колонка Матвея Станилевского Ночью повалил снег. Когда посетителей мало, Ашот говорит «Матвей, набрось на клавиши «вуаль» и ступай». Ашот мечтает вырастить из рюмошной музыкальный салон. Приволок старое пианино с подсвечниками, но таком хорошо исполнять романс уйми мою печаль. Ашот заплатил настройщику больше, чем стоил бы новый рояль. Собрал телефоны знакомых таперов. Теперь мне не надо готовить ужин по пятницам и средам. Отыграв три сета, я пью кофе, раскланиваюсь с барменом и еду к себе на Васильевской. Под первым снегом город путает цвета, черное небо над белой землей. На тротуарах хоть роман пиши. Я медленно катил вдоль Таврического сада. На углу скирочной будто белая тряпка мелькнула перед капотом. Че-то полужидкое тело шмякнулось и стекло на асфальт. Пешеход, девица, слепая курица. Я выскочил из-за руля, стал ее поднимать. Пострадавшая носила белые одежды, но так ругалась. Точно не ангел. Бурчала сквозь зубы неразборчиво. Однако ж смысл ее бормотаний не требовал пояснений. Улица была пуста. Тишина, ночь и снег. Устраивать шоу со слезами и свидетелями не хотелось. Я взял барышню на руки. Судя по запху, она вся состояла из коньяка и бисквита. Торт, а не девушка. Усадил в машину. Сказал, сейчас поедем к дяде доктору. Уже все хорошо, уже сейчас. И погнал на проспект Луначарского в областную больницу. Красивая и пьяная падшая не ангел повернулась боком и заснула. В областной больнице работает одноклассник Саша Пивоваров. Он хотел стать гинекологом, но из страха потерять либидо ушел в травматологию. Гинекологи слишком много знают о внутреннем мире женщин, решил он. В ортопедии же он надеялся на бесконечные встречи с растяжениями женской лодыжки. Саша необычный медик-бабник, а очень романтический. Свою теперешнюю скалопендру Лену он пятнадцать раз подряд провожал с работы до подъезда и не тронул даже за локоть. Снова и снова они прощались у дверей. Пресыщенная Есениным Лена не выдержала и сказала, «Тебе прелюдия дороже человека». С тех пор их чувства только крепли, несмотря на сотни исцеленных пациенток. Саша обожает бразильские сериалы. Он выучил португальский и впитывает яд чужих измен без потери качества. Долгие ночи дежурств все смотрит долгие, как полярная ночь истории. В них мерзавец Жозе бросил Алисию, а богатый и вычурно-красивый Алаву полюбил ее прямо на автобусной остановке под дождем. А она не была к этому готова, поэтому сначала отвергла Алаву, тогда он женился на другой. Алисия страдала, и он страдал, и так далее, до самого финала, который отодвинут куда-то далеко за сроки жизни нашей солнечной системы. Я позвонил Саше, сказал, что сбил девушку, симпатичную. Сентиментальный Сашин мозг спроецировал на нас какой-то бразильский бред. Ортопед разволновался, выбежал на улицу, ему не терпелось присутствовать при завязке сюжета. При всем его больном воображении врач он прекрасный. Он принюхался, спросил, как зовут коньячную фею. Я не знал, что ответить. Сумочки при ней не было, лапать документы по карманам неловко. Мадемуазель перенесли на каталку, затащили в зев приемного покоя. Дева продолжала ворчать, но не как раненая, а как очень пьяный зимний сторож. Однажды мне под колеса выскочил мальчишка. Гаврош, дитя зоотских окраин, собиратель бутылок. Он начал курить еще в яслях и не вырос. Его никто бы не заметил за машинами. Притом оказался крепким, как гвоздь. После удара вскочил и понесся к горизонту. Я кричал ему, вернись, у тебя шок! Но звуки моего голоса преодолевали пространство медленней, чем его ноги. Гнатс по центру Питера за ребенком — плохая идея. Граждане могли накидать мне по соплям на всякий случай, чтобы не пугал маленьких. Да и поймать этого юного гепарда смог бы только очень быстроногий автомобилист. А я пианист и офисный работник, вовсе не бегун. Теперь, подчиняясь закону второго ботинка, под колеса выпала эта пьяная снежинка. Жаль, она была не в состоянии так же смущенно сбежать в темноту. Я был бы ей признателен. Больничная кофемашина разливала бурую глину по цене венского кофе. От бессонницы этого пойла голова окружилась. Из зеркала в гардеробе на меня смотрел инопланетянин с темными пятнами вместо глаз, с лицом серым, как деревенская дорога. Я пообещал, что завтра поеду в храм, поставлю свечу за здравие рабы твоей, Господи, анонимной, в белом пальто. Под утро скорая привезла мужика с заклинившим сердцем. Снова вышел доктор Саша. Сказал, как только появятся гадкие новости, он позвонит. Здесь сидеть не обязательно. Пострадавшего смотрели. Вроде бы цела. Ничего такая. Ножки, попка. Уши маленькие. Теперь спит. Как проснется, будем чистить кровь. Подключим систему или даже перегонный куб. Из пациентки можно выпарить до литра отличного коньяка. И, конечно, она пройдет всяческие МРТ, УЗИ, рентген. Все, как в медицинских сериалах, только намного, намного дороже. Саша сделал специальное лицо, приглашая улыбнуться его веселой шутке. Я неопределенно помолчился. Спросил, почем обойдется диагностика. Саша написал в блокноте пять цифр. Раньше его рунические загогулины вызывали радостное удивление. Как же можно так криво? Сумбурная смесь арабской вязи с криптографией немецких подлодок. Сегодня впервые я удивился не форме написания, а смыслу. Цифры намекали. Пришло время все продавать и бежать в Финляндию. Как Ленин. По льду залива. Это смета ремонта клиники? Я знаю, только надо начинать издалека с абстрактной фразы. Может, давай на эти деньги купим немецкий округ в Вестфалию? У них там отлично лечат. Сэкономим заодно. Саша не любит мелочных людей. Он считает, хороший врач не опустится до поста его сдержанием. Если дорого, ступай в милицию. Они выпишут направление в Сибирь, научат шить варежки, за десять лет накопишь на калину, станешь давить красивых женских прохожих с удвоенной ненавистью. Надо было везти ее сразу в ЗАГС, пока пьяная. Отдал бы половину нажитого при разводе, вышло бы дешевле. Старик, настоящее разорение впереди. Я видел ее при свете. Без тяжелых материальных потрясений с ней расстаться невозможно. Банк ночью денег не даст. Им все равно, кого-то переехал джипом. Я отправился домой. Дома пусто. Два года назад моя жена повстречала мужчину своей мечты и это был не я. От рады ее очей служат альтистом у Спивакова. И вот уже два года, как мне неприятно, творчество их оркестра. Я считаю его унылой попсой. Оля долго переезжала. Будто отрезала по частям уши, хвост. В новый 2009 год ее тело окончательно перешло к альтисту. Со мной же остался дух. Бродит по квартире. Шелестит за навеской в ванной. Заглядывает в холодильник. Первое время я покупал ватрушки на двоих и грел полный чайник по привычке. Но призрак жены не жрет ничего. Часы между ужином и сном он делается особенно навязчивым. Я не прочь бы завалить его в кровать, но бесплотная иллюзия ускользает. Представляю, как однажды я обрадуюсь ее пропаже. Раздастся звонок в прихожей, открою дверь, а там холостая Моника Белуччи, заплаканная, расстроенная, и попросит стакан воды. И вот я с радостью не в силах отказать Монике. И уже ночью, когда Моника, как могла, выразила благодарность за питье, я тихо скажу небесам спасибо. А пока не могу. Покупаю по две ватрушки. И занавески качаются, будто кто-то их шевелит. У меня двухкомнатная квартира на Васильевском острове. Престижный район. Даже алкоголики, и те у нас не вонючие. Работаю в рекламной конторе, сочиняю вредную для здоровья гарематью. Два раза в неделю брецаю по клавишам в ресторане Ашота. Кабачок называется «Черный голубь». По замыслу хозяина я и есть этот голубь. Владелец специально подарил мне свитер цвета «Только ночь сосет глаза». Пианино вороное, две белых свечи оттеняют наш с инструментом бескомпромиссную антрацитовость. Ничего не знаю о выручке. Платит Ашот исправно. Подозреваю из своего кармана. Своё понимание термина «чёрный джаз» он отразил в нашем погребальном дизайне. Ещё пишу колонки в два журнала — в «Бель» и в «Шоколад». В резаном телеграфном стиле подражаю Эрленду Лу. Мой лирический образ — мужчина с разбитым сердцем. Познавшие горечь разлук читательницы охотно меня жалеют. Днём отращиваю сало в офисе. За соседним столом точит ногти дочка шефа Катя. Пересказывает мне ЖЖ, приносит какао, иногда булочки самодельные. Мы с ней перемигиваемся. Покуда я не целюсь в зятья, её папа меня не жрёт. Однажды Катя напросилась со мной в ресторан послушать, как играют человека-голуби. Я исполнил ей композицию «Нэчо Бой», полную многозначительной неги, и ранил прямо в душу своими неполными аккордами. Не то чтоб сердце вдребезги, но мы пили вино и целовались потом в машине, потом в моей кухне. Дальше лап за ней дело не пошло. Списали на хмель. Я в ту ночь спал на диванчике в гостиной, Катя заняла оборону в спальне. Пару раз ещё она оставалась у меня, по-дружески, за тщательно закрытой дверью. Конечно, летает между нами некое напряжение. Того и, гляди, бабахнет голубым и белым. Её папенька Гамлет Суренович похож на Кащея лицом и характером. Не удивлюсь, если секрет его деловой удачи связан с дубом, сундуком и зайцем. Как директору ему даже идёт некоторая костистая мрачность. Он почти прекрасен, как начальник. Строгий, его все боятся. Не то, чтобы я опасался получить за дочку в лоб посохом. Взяться за Катю подробней мешает не папа, а отчётливый, как на фото, призрак сбежавшей жены. Ну да, я уже жаловался. Он всплывает всегда не к месту и всегда очень ярко. Лечиться Катей от жены – нечестно. Катя этого не заслужила. Гармонии в мире нет. И не было никогда. Интересно, каким таким метаморфозом свалилась на меня эта снежная баба? Пошли нам всем, Господи, для неё здоровья. Я чувствовал себя аквариумом, наполненным гадким кофе. Но упал и уснул так крепко, будто не людей сбивал, а поля возделывал. Проснулся в полдень. Воскресенье. Где-то в коридоре плакал телефон. Долго шлёпал куртку по карманам, спросонья не мог найти. Звонил доктор Саша, чемпион по шифрованию финансовых отчётов. У него скопились новости. Ну, слушай, поздравляю. Шесть переломов, сотрясения и тяжёлая контурия. Тебе повезло. Она никогда ничего не вспомнит. Я молчал. Ещё разрыв селезёнки, менингит и колики, артрит, радикулит, беременность, тройня. А, забыл сказать, ещё холера. Старик, где ты её нашёл? Я напишу о ней диссертацию. Если Саша взялся шутить, важно не суетиться. Приступ юмора скоро пройдёт. Можно перемножить в уме трёхзначные числа или просто думать о здоровье для всех людей Земли. Ни в коем случае не отвечайте и не подыгрывайте. Иначе Александр запишет вас в остроумные люди навсегда. И больше ни слова в простоте вызова уст не услышите нипочём. Во веки веков. Аминь. Не найдя поддержки, Саша прикрутил фонтан юмора и заговорил, как человек с почти здоровым мозгом. В общем, так. Она здорова. Можете размножаться. Благословляю. Анализ крови непонятный, но ещё проверим. Щёки розовые, дышит ровно, мыслит ясно. Мы поболтали. Её зовут Ева Упите. Она из Риги, фамилия латышская. Переводится как «маленькая-маленькая речка». Ручей практически. Приехала в гости к подружке. От той сбежал муж. Бабник, трус и негодяй. Воспользовавшись отсутствием подлеца, девочки уничтожили коррекцию его коньяков. Из соображений мести и духовного роста. А вчера муж вернулся. Понятно, скандал. Не желая портить интимный момент, твоя снегурочка пошла гулять и встретила тебя. На всякий случай, я сказал, сбивший её хам скрылся в темноте декабря. Сюда её привёз неизвестный рыцарь. Это ты. Не пугайся. Звучит дико, непривычно, но надо терпеть. За чей счёт весь этот диагностический пир, она не спросила. Буржуйка в пятом поколении. Я бы с ней похихикал поподробней, но на работе не могу. Моя Лена такой анестезиолог. Отравит, не заметишь. В общем, дуй сюда, забирай свою белоснежку. Терпеть не могу без вины извиняться. Выпала пьяная коза на дорогу. Но виноват, разумеется, я, потому что ехал на наглом чёрном джипе. Придётся чего-то врать. Я купил кондитерского вида гергин, символ мужского покаяния. Приехал в больницу. Больная сидела в кровати, размазывала по тарелке что-то серое и липкое. Администрация выдала ей зелёный халат универсального размера. В такой можно танк завернуть. И два левых тапка. Ножки тонкие. Жалко её. — Здравствуйте. Я Матвей. Это я вас вчера... повстречал. Ночью. Вижу, вас кормят столярным клеем. — Да. А не бояться, я развалюсь на тысячу отдельных девочек. — Это было бы горе. Вам идёт, когда вы целая. — Скажите, Матвей, вот вы хотели меня задавить. Из спортивных соображений или из личной неприязни? — Значит, Саше она не поверила. Я стушевался. — Послушайте, Ева, вы так внезапно, как с метлы, свалились. Я очень виноват. — Да, я такая. Когда выпью, от меня не увернутся. Позже я придумаю способ, как вам отомстить. Берегитесь отныне женщин в пальто. А пока садитесь. Она подобрала ноги, пододвинулась. Я присел на край кровати. Очень приятная девочка. Она нравилась. Никаких усилий к тому не прилагая. Без кокетства и специальных отрепетированных поз. Ей достались такие ресницы, такие тонкие запястья, что, насмотревшись, не жали застрелиться. Оставшись в комнате без людей, наверное, она очарует мебель. За ней в припрыжку убегут кровать и тумбочка. Ева отставила тарелку. — Послушайте, ваш автомобиль поступил со мной так, что теперь обязан жениться. Но я вас обоих прощу, если вы отвезете меня домой. Когда я выбежала в ночь таранить транспорт, то не взяла с собой ни денег, ни телефона. А у девчонок такой специальный мозг. Номера в нем совершенно не хранятся. Это ж ненужная для жизни таблица калорийности. Короче, положите меня туда, откуда взяли. Пожалуйста. К полудню город превратился в фериал Колпинских болот. Улицы палили реагентом. Куда ни ступи, под ногами хлюпает бурая грязь. Мы заехали в химчистку, сдали пальто. Постояли в пробке на Невском. Я рассказал, как писал однажды рекламу жидкого мыла. Меня вызвал шеф. Вручил баночку с бледно-желтой субстанцией. С этикетки таращилась светловолосая фея. Волосы феи развивались сразу во все стороны. Как принято у женщин на этикетках, она улыбалась очень счастливо. Над ней была густо-зеленая надпись «Молли». Шеф спросил, знаю ли я, что это. Я ответил, конечно. Вчера обсуждали производителя шампуней, потенциального клиента. Шеф приказал написать к утру рекламный проспект. Я не стал испытывать шампунь на себе. Только понюхал. Вязкая гадость пахла яйцом и травами. Статью накатал быстро. Нигде не указал, что это шампунь. Это была хитрость. Писал только имя собственное. Молли. Получалось, будто Молли наш старый знакомый, лучший друг, то есть подруга. Без Молли никуда. Без него — нее. И баня не баня. Утром отправил секретарю. Она переправила заказчику. В обед меня вызвал шеф. Сказал, что клиент шокирован. Он уверен, наши текстовики стимулируют творчество запрещенными препаратами. Я поклялся, что был трезв. Шеф сказал, что я правильно уловил маркетинговую идею. Некая Молли нашла лучший в мире состав. Но зачем эти перегибы, эти странные утверждения, что майонез Молли — универсальное средство, которое можно использовать как гель для душа в том числе. Что волосы от него удивительно пышные, что он снимает кожный зуд и питает эпителий головы экстрактом яиц и чабреца. Шеф спросил также, не пробовал ли я сам есть этот майонез. Майонез с ртом. Или только все наружно применяю, как указано в статье. Выбрались из пробок, докатились до Таврической. Я снял с себя куртку, проводил ее до дверей. Третий этаж. Если бы никто не открыл, потащил бы в черный голубь. Сыграл бы Неча Бой. Проверенное средство. За дверью затопали. — Ну вот, Матвей, все в порядке. Ева улыбнулась, вернула мне лапсердак. Я улыбнулся почти естественно, кивнул и пошел прочь. Со второго этажа слышал, загремели замки, распахнулась дверь. Чужой противный голос затрещал. — Евка, мы же чуть с ума не сошли. Звонили, звонили. Твоя мама нас съест. Мы расстались никак. Странно. Будто ехали в одном купе и разбежались каждый в свою сторону. Нужно было телефон спросить хотя бы. Вечером сел писать колонку. За час написал пять предложений. У нее низкий голос, чуть посаженные связки. Будто она не спит ночами и много курит. И тонкие пальцы. Если она меня ими коснется, я замру, как еж. И, кажется, я приплыл.